Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, проект Клуб Эфлер, природоцелитель. Короткий, надеюсь, получится короткий ролик о весе. Такой очень интересный момент. Я работаю с пациентами, и они уже залечены, как правило, врачами, и, скажем так, обращаются в достаточно уже таком состоянии глубокой хроники. И это люди часто в возрасте, но не всегда. И не у всех, конечно же, стоит проблема именно лишнего веса, как это вот оценивается. И вот я вспоминаю, одна женщина, она тяжело дышала, то есть у нее такое токсическое состояние, это хроническое у нее состояние. На уровне физиологии, естественно, оно связано с отравлением, хроническим внесением невидовых субстратов нуты. И вот она сказала, да, у меня много жира. Но здесь не нужно путать свой жир, наш человеческий холестерин, то есть который синтезирует сам организм и жирорастворимые шлаки, на самом деле там и вперемешку все, там и жир удерживает наш, жир может удерживать и воду. И это, вот не нужно вот это путать, потому что когда биолокационно, вы можете сами себе на самом деле это измерить, если биолокационно посмотреть, сколько жира в сухом остатке во всем организме, то окажется, что там человек может весить и 100 килограмм, и 150, а своего именно жира, который вибрационный организм признает как свой, а не чужого, непонятно что, там будет меньше одного килограмма, как правило. И на самом деле то же самое и по белкам и по углеводам. Еще раз повторяю, в сухом остатке вес, это совсем не белки, основа веса нашего, это не белки, жиры, углеводы. Их, ну, там больше килограмма, но ненамного. Так вот по измерениям, да, у меня там где-то там килограмм 400, например, белков, да, ну будет больше постепенно, но я-то наращиваю свое, я не пытаюсь взять белки, жиры, да даже и углеводы из как бы внешних источников, особенно белки и жиры. Это практически невозможно, а попытка это сделать ведет к очень плачевным результатам. Это мой опыт и опыт пациентов и всех, кого я наблюдаю, а не просто так я придумал. Я прошел этот путь, и что касается, еще раз, веса, что же там такое увеличивается, либо, да, это и шлаки. Будем с вами подробно разбирать, откуда они берутся, да, и почему они сами так не уходят. Это гной, это отеки, то есть с помощью воды организм пытается разбавить токсины и удерживает их там в соединительной ткани, ну и вообще по всему организму. Что еще составляет наш вес? Это минералы, различные там органические вещества, гуморальные и растворенные газы, кстати, вода и, ну, наверное, еще много чего интересного, но самое важное, что не подумать, что это и вот, особенно когда у человека там много болезней, что вот вес это и есть вот эти вот избыток там белков или избыток жиров. Но извините, жиры – это самая драгоценная энергетическая наша монета. И если бы у человека было лишние там 5 килограмм жира своего правильного, то на эти 5 килограмм – это атомная, это вот знаете, как атомная лодка может ездить на таблетке, атомной, да, там 25 лет, вот маленькая таблеточка. И, ну, так вот рассказывают. И как бы здесь просто на эти 5 килограмм можно все расчистить и быть абсолютно здоровым, и там еще запас будет, наверное, на всю жизнь. Поэтому я с некоторым умилением, но не издевкой, вот, слышу вот это про, как бы, избыток жира. Но, как бы, не нужно здесь путать какие-либо белковые структуры, чужеродные, которые, не дай бог, но, к сожалению, попадают в внутреннюю среду. Так и искаженные аминокислоты, то есть искаженные модификации, тоже тепловой. И, да, мы можем включать в обмен веществ, это было бы правильно, аминокислоты и фруктовые части растения. Но их еще нужно уметь получить. И, что касается жиров, тоже жирные кислоты животного происхождения, то есть жиры нам вообще не идут, буду это, как бы, показывать подробно. Что касается жирных кислот растительного происхождения, то, да, мы можем, организм может включить безопасно для себя жирные кислоты плодовые части растения. Опять же, это очень тяжело получить, только в ограниченной дозе. И все равно организм из этого будет строить что-то свое. Что касается углеводной части, то, опять же, только углеводы фруктовой части растения. Но удастся только безопасно для себя мякоти, из мякоти плодов. Ну, это будем позднее все с вами рассматривать. И просто я предвосхищаю. А разговор был о весе. Мне очень понравилось, как мой один знакомый, который ест все, и мясо, и все. Ну, посмотрел на меня, как я вот как бы питаюсь и очищаюсь. И что-то вот спросил. А, да, да, ты вот это вот не ешь. Ну, я понимаю, сказал он. Ты хочешь построить себя не из дерьма. Вот все-таки он понял, да, как я интуитивно живу со своей, скажем так, как программой очищения, преобразования. И вот попал в точку. То, что увеличился вес, это совсем не значит, что это организм построил себя из правильных кирпичиков. Как правило, он увеличивается из-за шлаков, отеков, как я уже говорил. Просто соль плюс вода, ну, у меня там 100 разу может на 4 килограмма в день увеличиться. Как бы вес, если до этого я как бы вот мало, было какое-то падение по минеральному составу, да. Поэтому здесь нужно к этому отнестись не по шаблонам, что если ты увеличиваешься, как хорошо это вот эта вот пища тебе дала белки, жиры и углеводы. Ну, на самом деле белки, жиры и углеводы, все у нас синтезируется независимо от пищи. И как бы я не боюсь об этом говорить и как бы прослыть таким эзотериком сумасшедшим. Ну, об этом говорят уже и некоторые врачи, конечно, вышедшие из системы официальной, скажем так, либо намекают, тоже буду о них рассказывать. Я очень люблю и врачей, и вообще людей науки, особенно которые как бы выходят за рамки какие-то официально к долгам. И мне совершенно не страшно будет называть эти фамилии и отсылать вас, что вы можете изучить вот эти труды. Люди старались и много информации в открытом доступе. Это не конкуренты. Я вообще вещаю совершенно не для того, чтобы там в конце концов кто-то все-таки 500 рублей заплатит за консультацию. Хотите верьте, хотите нет. Иногда хочется самому заплатить и побольше, чтобы там как бы не тревожили. Либо это вот не мой пациент, не мой клиент. И как бы буду отсылать обязательно к, не побоюсь это слово, к своим коллегам. И еще раз подчеркну, что будем с вами, может быть у кого-то этот уже этап прошел, а для кого-то вот этап не разрушения старых долгом и мифов, а развенчание их и выход из них, точнее, да, то есть выход из чужой игры. И будем возвращаться еще обязательно к весу. То есть это одна из таких ментальных навязанных программ, состоящих из каких-то фрагментальных кусочков чужих знаний, но, скажем так, нас сводящая, не дающая нам полную картину, что на самом деле происходит с нами, что с нашей внутренней средой. Поэтому вес нам нужен из того, что реально как бы наша, да, а вес из чужих и чужеродных, невидовых материалов, из шлаков, токсинов, такой вес не очень нужен. И вот на очищении, конечно, в первую очередь уходят отеки, не сразу они могут опять возвращаться, потому что едой как бы токсины поднимаются из глубин, уходят шлаки. Не у всех, опять же, здесь тоже нужно разбирать каждый конкретный случай. И мы, по сути, оголяемся, и тогда видим себя реально. Поэтому вот эти вопросы, ой, какой ты там худенький, а почему? Но нужно строить себя из, скажем так, из того, что организм поставляет сам. И реально делать это по-настоящему будет, когда увидит, что он очистился. И вот таким образом вес – это такой интересный вопрос, к которому мы будем с вами возвращаться. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Андрей Широков. www.elfler.ru Природа-целитель. Рад вашим вопросам. Спасибо.